Ребята, всем привет! Вы на канале Фигура здесь, Фигура там и я Владимир Александренко. Сейчас я нахожусь в Казани, Татарстан. Это мой второй день. И сегодня мы наконец-то направляемся гулять в центр, так как я выспался, отдохнул и все нормально. Сейчас завтракаем и самое первое, что я хочу увидеть, это потрясающий центр семьи в виде казана, прямо на берегу реки, это местный ЗАГС, самый главный в Татарстане. Это невероятное архитектурное чудо, которое никого не оставит равнодушным. Так, что у меня на завтрак? Два ичпочмака я разогрел с говядиной, попью с котыком и чай, две кружки, потому что мне, русскому человеку, такая мензурка это мало. И разогрел полностью все сырнички, ну сколько съем? Ну однозначно все, я не съем, сколько получится. Так, ребята, ну что, всем приятного аппетита, кто меня сейчас смотрит. Налил котык, давайте попробуем. Что не есть один в один наша ряженка, даже цвет такой. Местный вот такой кисломолочный продукт. Так, ну и мои любимые ичпочмаки, сегодня с говядиной. Ребята, в Татарстан можно приехать только из-за их местной выпечки. Тонкое тесто, кубики отварной картошки, кубики филе говядины, это потрясающе. Всем рекомендую. Так, ну что, идем к метро. От дома это буквально пять минут. Как я вам уже говорил, это роскошный район. Здесь торговые центры, магнит, пятерка, бахетле, перекресток, кафе, рестораны, сбербанки, чего здесь только нет. Все, и заворачиваем налево, через рынок. Все, метро буквально две минуты. Так, заходим в метро. Посмотрите, какое красивое метро. Спускаемся. Значит, смотрите, жетон в метро, поездка, стоит 30 рублей. Но в этом смысла нет, потому что, если у вас карта с пейпасом, вы ее просто прикладываете на валидатор, и также 30 рублей у вас списываются с карты. Так, прикладываем. Поездка оплачена, проходим. Все, и спускаемся в метро. В Казани всего одна ветка в метро. Вторую как бы все никак не могут ввести в эксплуатацию, все строят и строят. Я вот думаю, республика, где так много нефти, никак не может открыть вторую ветку. В метро очень прохладно, прям вообще кайф. И в самом поезде, и на станции. Вообще просто очень комфортно. Единственное, что нет вай-фая в поездах, как в Москве. Поэтому, конечно, связь подлагивает интернет. Но что я вам хочу сказать. Вот обычно в регионах очень маленькие станции. Здесь, как в Москве, очень-очень долго едет от станции к станции. Но метро вообще потрясающе, честное слово. Ну что ж, мы добрались до станции Козья Слобода. Именно здесь находится эта достопримечательность. ЗАГС Татарстана, самый главный. Центр семьи Казан. Выходов из метро здесь очень много, поэтому не запутайтесь. Так как я ехал со станции метро Проспект Победы в сторону центра, то получается выход в последний вагон. Поднимаетесь по эскалатору и после стеклянных дверей налево. Если вы вышли верно, то увидите вот такое шикарное здание ТАТ-Медиа. И идем вот так вот вдоль дороги. Там будет переход. Нам нужно на ту сторону, и там будет чаша. Ребята, проходим здание ТАТ-Медиа. Такая вышка наверху, видимо, телевизионная. Люба дорого посмотреть. Такие деревца. Лужайка, скамейки, парк. Все так очень красиво, ухожено. Ну, понятно, это центр, столица. Вон парковка скейта. Молодежь в основном катается. Ну, а мы дошли до перехода, и я уже отсюда вижу шикарную чашу. Главный ЗАГС Татарстана. Погода просто нереальная. Такая жара. Ну, а мы приближаемся к этому архитектурному чуду просто. Река Казанка. Она впадает в Волгу. Казань стоит на двух реках. Вон люди прям загорают. Прям в центре из Казани. Около ЗАГСа. Меня немного это удивляет. Ладно, где-то за городом, но это самый центр. Давайте подойдем, посмотрим поближе. Попробуем воду. Вода такая коричневая. Наверное, не особо чистая. А может быть из-за того, что песок, ил, кажется, что там непрозрачно. Не, ну это вообще... Народ прям в центре лежит, в купальниках. Попробуем водичку. Ой, вода вообще теплая. Обалдеть. Нереально теплая. Прям реально можно купаться. И вот начинается набережная. Около реки Казанка. На той стороне потрясающие виды на Кул-Шариф. Башню Симбекё. Кремль. А здесь чаша. Просто потрясающее здание. Сейчас мы подойдем к нему поближе. Пройдемся немного вот тут по набережной. Очень красиво. Ну, замочки везде вешают. Это уже традиция. На всех бордюрах. Красота. Конечно, виды здесь потрясающие. Даже интересно, сколько стоят вот эти видовые квартиры на Казанку с панорамными балконами. Представляете, вот так выходишь. Чашечка кофе. И вид на Казанку. И Кремль-Скул-Шариф. Это вообще... Да, денег сюда вложено тоже немало. Татарстан, конечно, столица шикарная. Я, кстати, погуглил. Президент России Путин приезжал сюда и даже открывал вместе с президентом Татарстана метрополитен. Ну что, самое время пришло познакомиться поближе с дворцом бракосочетания Татарстана. Кстати, он относительно молодой. Был открыт в июле 2013 года. Посмотрите, какая уникальная архитектура. ЗАГС выполнен в форме казана, в котором готовят плов народы Средней Азии. И казан, как я понимаю, является в Татарстане символом домашнего очага. Не знаю, видно вам или нет, но прям по периметру вокруг чаши идет такое обрамление в виде драконов. Посмотрите, какие драконы. О, какие когти здоровые. Мифологический дракон здесь не случайен. Это символ Татарстана. И он даже располагается на гербе республики. Когда рядом стоишь, прям чувствуешь себя песчинкой. А вот еще один дракон. Но это скорее драконесса. Потому что здесь у нее такие маленькие дракончики. Но я думаю, что это символично, потому что все-таки центр семьи. И вот она, мама дракон и детки драконы. Красиво как, а? И вон еще маленький дракончик. И все в драконах, в драконах и в драконах. Ребята, зашли на другую сторону казана. Здесь уже солнышка нет. И посмотрите, еще один дракон. Вот он он, такой массивный казан. Центральный вход. Вот здесь происходит регистрация браков. И вот еще один дракон. Четыре их. И очень красивая вот такая вот панорама домов около казанки. Ну и самое главное мероприятие, которое здесь нужно сделать, это посетить смотровую площадку, которая находится на вершине казана. Сейчас мы туда и отправляемся. Мне повезло. Она работает в летнее время. Зимой и ранней весной, конечно, все закрыто. Ну что, погнали. И вот он вход. Стоимость посещения 150 рублей взрослой. 100 рублей детские от 7 до 18 лет. Дети до 7 лет бесплатно. Смотровая площадка центра семьи казан. Касса наверху. Ну что, пойдемте. Лифта нет, поэтому идем пешком. Третий этаж уже. Так, четвертый этаж. Если ты устал, можно отдохнуть вот на таких пуфиках между четвертым и пятым этажом. Вот я и отдохну. Посмотрите, ребята, что написано. Это, видимо, поддержать поднимающихся. Еще немного. То есть, восьмой этаж. Последний. Все, пришли. Ну что, билет, как я вам озвучивал, стоит 150 рублей. Здесь можно оплатить картой. Ну вот, ребята, мы поднялись на вот этот первый ярус. Здесь просто вот такая площадка с инкрустированными окнами. Конечно, там видно что-то, но это не наш формат. Поэтому мы поднимаемся, конечно, вон туда, на самый верх. Так, ребята, вот смотровая площадка. И роскошные виды на центр Казани и реку Казанка. Обалдеть! Просто супер! Погода стоит замечательная. Небо, не облачко. Все видно великолепно. Мы сейчас с вами находимся примерно на девятом этаже. Потому что касса на восьмом, а мы вот еще поднялись на один этаж. То есть мы, грубо говоря, на девятиэтажном доме. Очень все хорошо оборудовано. Здесь находится охранник. Великолепные виды. Здесь находится вот такой вот автомат. 100 рублей 2 минуты. И вы можете посмотреть на Кремль. Но я не вижу в этом никакого смысла. Потому что человеческими глазами так все великолепно видно. И моя любимая Кул Шариф, мечеть. Обалденные виды. Просто обалденные. Так, вот здесь вот посередине расположен какой-то люк. Значит, смотрите. Находимся мы на высоте 91 метр. Почти 92. Ну, а если быть точнее, 91 метр 75 сантиметров. И вот сюда кладут денежку. Видимо, это на счастье. Давайте тоже положим, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Посмотрите, ребята, как мне повезло. Я спустился со смотровой и подъехал автобус с туристами. Ну, что-то, 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 что-то. к себе. Поэтому однозначно я рекомендую к посещению центр семьи Казан в городе Казань, Татарстан. Интересно, как же выглядит центр семьи Казан ночью? Я вот подозреваю, что это безумно красиво. И я вчера времени терял, потому что вы вчера видели серию, в которой я делал рум-тур, затем обедал, а потом вставка моего ужина. Но между обедом и ужином я съездил сюда в 10 часов вечера. Давайте посмотрим, как это выглядит вечером. Это не менее зрелищно. Посмотрите, как луна делает лунную дорожку. И вот, собственно, наша чаша с подсветкой. Давайте к ней подойдем поближе. Здесь прям люди отдыхают на берегу. Посмотрите, даже я еще не подошел вплотную, но как она шикарно подсвечивается. ЗАГС в виде чаши, в виде казана. Такое можно увидеть только в Татарстане. Все-таки очень многие достопримечательности вечером выглядят абсолютно по-другому, согласитесь. Подсветка переливается вот в таких арках. И там в маленьких чашах она тоже переливается. Посмотрите, какой вид от чаши на ту сторону казанки. Очень красиво тут набережная. И, естественно, Кулшариф, Кремль, дворец земледелия. Все это мы с вами увидим. И вот казан со стороны реки. Символ Татарстана Дракон. Конечно, вечером это выглядит все намного ярче. Вон дети катаются на Сегвеях. Тут такая площадка для молодежи, для местных жителей. Гуляют. Там красивая просто набережная. На выходных тут, наверное, еще больше народа. Сейчас просто время 10 вечера. Ну, как вам? Напишите в комментариях, как вам понравился дневной образ казана или вечерний. Так и хочется пойти в сердце Татарстана. Это башня Симбикея, мечеть Кулшариф, самая главная голубая мечеть Татарстана, и, конечно же, Кремль. И, в принципе, вот видите, люди идут по тропинке вдоль моста до самого Кремля пешком. Ну, я вам честно скажу, я уже опытный путешественник, и я берегу свои ноги. Идти, в принципе, вроде как и недолго, но это будет очень трудоемко. Плюс сейчас солнце пек, а кто смотрит мой канал, вы знаете, что я белобрыз и сгораю моментально. Сейчас самый зенит. Поэтому я подъеду одну станцию метро и выйду прямо около Кремля. Станция метро находится вот здесь, около Тат-Медиа, где мы с вами выходили, только на этой стороне. Едем одну станцию. Я заодно вам покажу, насколько она красивая. Эта станция кремлевская. И выход будет около Кремля. Поэтому, если вы такой же, как я, можете последовать этому же маршруту. Ну, а все ты это увидишь в следующей серии. Поэтому подписывайся на мой канал. Не забывай включать колокольчик, ведь казанские серии только начинаются. Ну, а с вами был Владимир Александренко на канале «Фигара здесь, фигара там» из Республики Татарстан.